Бензин Привет всем! Вот обыкновенный бутылки бутылки. Сейчас поставлю на солнце на несколько минут. Тема сегодняшнего видео клапан продукции адсорбера и ошибки связанных с ним. Для того, чтобы разобраться об этом вопросе сделаем простой эксперимент. Прошло примерно час. И вот бутылка раздулся. В нем накопился пар и бензина. Сейчас мы открутим пробку. Вот пар бензина вышел на улице. Из-за изменения температуры и атмосферного давления тот же процесс происходит и в баке бензина автомобиля. Чтобы вредные пары бензина не попадали в атмосфере или в салоне автомобиля, в современных автомобилях устанавливается система адсорбера и клапан продукции адсорбера после 1995 года, когда были введены стандарты Евро-2. Собственно, это дан экологическому стандарту. И в этом состоит весь смысл установки этих устройств машины. Вот принципиальная схема системы адсорбера и он похож для разных автомобилей. Есть, конечно, некоторые разницы. Например, в некоторых автомобилях сам адсорбер устанавливается возле бензобака, а в некоторых автомобилях адсорбер устанавливается под капотом. Когда двигатель работает, тогда бензиновые пары, если поднимаются из бензобака, попадают прямо в дроссельный патрубок. В этот момент клапан продукции адсорбера постоянно открыт. Пары смешиваются с воздухом с улицы, который подается через дроссельный узель. Далее поступают в выпускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью. Если двигатель заглушен, автомобиль стоит, например, на улице и из бензобака выходят бензиновые пары, в таком случае эти пары накопляются и конденсируются в адсорбере, не попадая в атмосферу. Когда открываем зажигание и заводим двигатель, вот в этот момент и открывается клапан продукции адсорбера и бензиновые пары снова начинают попадать в камеры сгорания, где и они дожигаются. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Признаки, симптомы неисправности клапана адсорбера похожи на симптомы, когда некорректно работает бензонасос или другие элементы топливной подачи. Когда клапаны адсорбера выходят из строя, возникают проблемы с системой питания топлива. Первое, плавают обороты, но не сразу, а примерно через 5-10 минут на прогретом двигателе. На холостой, если двигатель запущен и давишь на педаль газа, машина чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо. На ходу, машина не развивает нужную мощность. Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то полный, то пустой и так далее. Если открываете бак для заправки, слишком сильный свист, как будто внутри создан вакуум. Увеличивается расход топлива. На холодную тачу карсовера может сильно стучать, его часто путают с клапанами двигателя. Один из методов диагностировать поломку клапана – это компьютерная диагностика. Коды электронных ошибок записываются в памяти контроллера и свидетельствуют об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие видаваемые контроллером ошибки, как обрыв цепи, управление клапаном продувки в адсорбере. Часто при выходе из строя системы адсорбера сканер диагностик показывает такие ошибки. Вот поэтому рекомендую всем купить сканер ABD2. Он стоит очень дешево и должна у каждого автовладиться в бардачке. Где дешево можно купить? Ссылку оставлю ниже под видео в описании. При покупке обратите внимание в описании товара, подходит ли данный сканер для вашего автомобиля. Иногда причиной неполадки могут быть обрыв или замыкание провода, или окисление штекера. Иногда клапан заклинивает в открытом или закрытом положении. Некоторые клапан продукты от собера вообще отключают и перепрошивают портовые компьютеры автомобиля. Стоит на рынке этот клапан очень дешево и лучше, конечно, ее менять. Исходя из всего этого, проверить клапан тоже не трудно. Просто отсоединяем шланг и дуем воздух в клапане. Если в заглушенном двигателе воздух не пропускает, а при запущенном двигателе пропускает, значит все в порядке. Но не исключено, что после такой проверки возникнет ошибки в портовом компьютере, который нужно будет потом спросить. Замена клапана адсорбера своими руками в большинстве случаев полным возможно в условиях обычного гаража. Это значит, что не всегда в обязательном порядке необходимо ехать на сервис. Ну и в конце видео, если для кого-то эта информация была полезной, хочу попросить поставить лайк, поделиться и подписаться на канал. Спасибо всем за просмотр!